Смешная история про одного кота. Он достался им совершенно бесплатно, уже взрослым. Ни тебе бессонных ночей над колыбелькой, ни режущихся зубов, ни педиатров, ни прочих приложений к взрослению. Один целый незамутненный воспитанием кот. Семья умилилась, восторженно поохала и назвала кота Боренькой. Раза четыре. А потом стало как-то не до того. Отличительной особенностью этого кота была бездонность. Кот жрал. В максимальном смысле слова. Как будто не для себя одного жрал, а для всей кризисной Греции в придачу. Пер по кухне полосатым танком, отодвигая детей от стола вместе с табуретками. Молотил бойкой мясорубкой и свое, и найденное, и спертое. Не пропускал мимо даже комаров, ловил и жрал с мордой гурмана. Попробовали кормить Бореньку в два раза больше. Кот благодарно переваривал, курчавился, крепчал и тырил в два раза интенсивнее. При этом, из кота счастливо мурлыкало басом что-то похожее на жизнь удалось, мляу. Когда Боренька тихо, на цыпочках у волок кило замороженного фарша и сточил его за шторой в спальне, не размораживая и вместе с упаковкой, стало понятно, что с именем для своей оборзелой лошади семья промахнулась. Так Боренька стал борзелем. По версии главы семьи кота стали звать намного более нецензурно, но с сохранением общего смысла, ты охренел. Борзель одинаково азартно тырил со стола и колбасу, и лимоны. За ужином практически залезал растопыренной лапой в рот хозяину и этой лапой вынимал из хозяина оливье. Всасывал жарящиеся котлеты прямо со сковороды. В полете отковыривал шпингалет на кухонной двери и крышке с кастрюль. Семья с трепетом ждала, когда этот медвежатник вскроет холодильник. На второй месяц кот осознал, все, что падает на пол, в силу человеческой жабы становится его едой по умолчанию. Бдительная семья сразу стала намного реже ронять еду и даже научилась эквилибристически ловить все падающее в сантиметре от пола. Эту проблему кот решил прыжками на стол, всеми четырьмя лапами в тарелку, одним движением переводя еду в категорию корма без участия пола. Если в тарелке в это время был борч, борзель играючи плескался в нем, а потом облизывал все и всех вокруг до стерильной чистоты. Однажды ночью глава семьи столкнулся с борзелем в коридоре. Тот нес в зубах батон и думал, куда его выгоднее вложить. В шкаф или под диван. Думать об инвестиции помешал мат свыше. Когда хозяин попытался оторвать батон от кота, выяснилось, что они срослись в районе горбушки и расставаться не хотят. Кто-то из них двоих мужчину даже обшипел. В конце концов всем стало казаться, что кот плотоядно косится на бабушку. О главе семьи, что он работает на еду для кота и успокоительной для остальных. Посоветовались с интернетом. Поисковик на запрос кот охренел ворует и жрет сразу выдал фото борзеля с волочащимися следом шестью метрами чужих сосисок, а ниже, ссылки с советами про борьбу. Например, про брызгание в жрущего кота неприятно мокрой водой и кидание в него же металлической баночки с гремящими монетами. По версии специалистов брызги и шум не нравится котам настолько, что они сразу перевоспитываются. Но очень важно брызгать и кидать незаметно, чтобы кот не понял, кто пакостит, и не отшлепал вас укоризненно украденной у вас же куриной лапой. Ворзель, конечно, не заметил, кто брызгал. Был занят. Но в воде обрадовался. Надо же было чем-то запивать только что упертую котлету. А грохота баночки с монетами очень испугалась бабушка, пришлось и на нее слегка побрызгать из пульверизатора. Коджа отодвинул баночку от котлеты мордой и продолжил жрать в том же темпе. На бабушку, кстати, методы подействовали. Какое-то время она отказывалась от еды и вязания. Способ, заключающийся в установке по периметру кухни датчиков движения и арбалетов с ядом, был отвергнут сразу. Из-за все той же бабушки. Решили по старинке оборонять территорию вокруг стола метлой и меткими пинками. Борзель сначала удивился, потом хмыкнул, посмотрел на всех свысока из холодильника, уронил в салат будильник, так впервые в мире будильник стал каплей. Последние каплей. Под скрежет когтей по металлу кот был оторван от мавзолея еды, с трудом и матом дотащен за шкирку до двери и с еще большим трудом и матом запущен в открытый подъездный космос. Недалеко, не дальше коврика. Потому что нажрал себе себя до размеров карликового барана и стал в придачу к бездонности еще и плохобросаем. Наконец, в доме наступили покои и постоянные котлеты. Бабушка опять начала вязать и есть. Глава семьи расслабился настолько, что позволил себе зимнюю рыбалку. Три дня идиллии пролетели быстро, как металлическая баночка через кухню. На четвертый день за завтраком семье открылось зрелище, по красоте и волнительности сравнимое с кенийским рассветом и зарплатной ведомостью. За окном на сетке со смерзшимся уловом, качаясь от ветра и эмоций, висел борзель. Висел и жрал. Только раз полоснул волевым взглядом, по подавившейся семье и продолжил выгрызать из рыбного камня рыбий хвост. Оторвать борзеля от авоськи ни у кого не поднялась рука. Обнявшихся, их внесли на кухню и положили хором оттаивать в углу. А сами смотрели на планомерное обтачивание восьми кило окуня и неожиданно для себя умилялись до слез. Ведь если вам повезло с котом, то это навсегда. Продолжение следует...